Итак, мы с вами, значит, решили заняться самыми важными вопросами апологетики. И как вы, наверное, уже успели забыть, то на предыдущих наших встречах я пытался вам рассказать о тех точках зрения, которые существуют, по такой важнейшей проблеме, как проблема вечной участи человека. Просто кратко напоминаю. Вы помните, есть точка зрения, по которой считается, что вечная участь, которая даёт человеку действительно полноценное благо, открыта только для тех, кто принял крещение в православной церкви, кто является православным и кто ведёт праведную жизнь. Все те, которые не православные, и даже если они не ведут праведной жизни, все те миллиарды людей, которые не являются христианами, все они определены уже Богом, который заранее знал, кто какую участь себе определить своей свободой, пойдут на бесконечные вечные муки. Как вы помните, анализ этой точки зрения к чему сводится? Что, поскольку Бог до творения человека знал, кто как определит свою свободу, следовательно, зная это и дая бытие всем тем, не только праведникам, а всем тем, кто определит свою свободу во зло, давая им бытие, зная, что они пойдут на вечные муки. И тем самым он уже показывает, что полное противоречие с основным, или, по крайней мере, одним из основных православных догматов о том, что Бог есть любовь. Вы помните, это формально-каноническая точка зрения, которая именно так утверждает, и которая, как ни удивительно, многие отчаянно защищает, несмотря на то, что кажется... Смотрите только, что на Пасху происходит. Всё, и небо, и земля, все ветеримся, всем радуемся. Чему же мы радуемся? Что вот эта маленькая кучечка только нас спасётся? Да и кого нас? Праведных христиан, все прочие люди, повторяю вам, миллиарды и миллиарды пойдут в вечную муку, это Христос пришёл, чтобы спасти только это? Послушайте, недаром, когда Кальвин это утверждал, говорил, что Бог, поскольку он предвидел, следовательно, он и предопределил, эта точка зрения была отвергнута православной церковью. Действительно, это... Даже представить себе такое невозможно. Пасха, и мы радуемся, что эти миллиарды все пойдут на вечные муки, а мы будем блаженствовать. Какая радость! Это радость кого? Это одна из точек зрения. Кстати, скажу вам, что именно её со всей абсолютной настойчивостью утверждала католическая церковь всю историю. И, к великому сожалению, когда открылись духовные школы в России, и когда были заимствованы оттуда учебники, то и в наших даже учебниках мы находим цитаты только те из Священного Писания, из Святых Отцов, которые говорят об этом. Множество других мест Священного Писания, которые я вам приводил, множество святоотеческих свидетельств, в которых говорится – нет! Нет! В том величии, в величии Божественной Любви, что каждый человек, хотя и пострадает, конечно, за всё бессовестное, что он сделал, где пострадает? Там в вечности. Почему в вечности? Потому что там мир вечности, а не времени! Там будут поэтому вечные муки! Вечные! Почему? Мир вечности! Но не будет бесконечных мук! Помните, особенно, когда пишет апостол Павел, или когда зачитали, помните вам Иоанна Лесечника, который перечисляет праведные и неправедные, бесстрастные и страстные, святые и грешные и так далее. Все примут благодать Божию! А Исаак Сирин что пишет? В общем, я вам зачитал множество, видите? Нигде этого нет! В наших учебниках это что же такое? Это наука или что? Это вот одна из точек зрения, которые мы с вами анализировали, вот рассуждали вот таким образом и говорили, что если так, если из океана людей спасётся только одна кружечка праведников, а все прочие погибнут, тогда мы должны не радоваться, а рыдать, если в нас есть хотя капля любви ко всем людям. Но Церковь радуется и торжествует! Слышали все слова святителя Иоанна Слатоуства? Эти стихи, потрясающие пасхальные, да, и всё, ад разрушен, ад уничтожен, нет теперь сковывающих никаких начал, которые бы определили нас, но при этом предупреждения. Бойся, человек, страшись! Пусть не бесконечных мук, но избави Бог от тех невечных, которые действительно, неминуем, просто последуют. Не потому, что Бог накажет. Нет, нет! Бог предупреждал! А потому что мы часто понимаем, что такое совесть, а что такое бессовестность, тем не менее, творим эти вещи, наступая на те же самые грабли, которые бьют по нам. И Господь всем своим Евангелем, говоря о том, что Он призвал, пришёл призвать неправедникова, грешников ко спасению, тем фактом, что Он первым ввёл никого-нибудь неправедника, хотя были же и праведники, Смотрите, Никодим приходил ночью, Иосиф Аримофейский, помните, другие... Нет, не они первые! Вы что, думаете, это случайно, что ли? Первым бандит вошёл! Но за что? Первым! Почему? Показал! Показал! Что, оказывается, спасается тот человек, который, наконец, увидит себя, насколько действительно Он не достоин той святыни, которая откроется человеку по смерти. Смирение и покаяние! Покаяние и смирение! Вот, оказывается, тот путь, благодаря который открыт всем людям. Кто это сделает здесь? Кто не успеет делать здесь? Здесь, увы, придётся потерпеть там, но дорога не закрыта! Ад разрушен! И когда Господь сошёл в ад, что мы опразднуем Великую Субботу, о чём мы говорим? Христос вывел всех! Даже тех, которые во дни ноя противились Божию повелению, мёртвых, называет даже апостол Пётр, мёртвых чем? Душою! Вот, совершенно! Как бы умершлённых! Их даже вывел! Ад разрушен! И отныне спасений в руках человеческих! Спасение какое? Не в том смысле, что вечно будет кто-то, а в том смысле, да избавит Бог хотя бы от тех временных страданий, от тех временных страданий, которые зависят целиком и полностью от нашей свободы, от нашей жизни, от нашего произволения. Вы помните, вот формально-каноническая точка зрения. Почему назвали так формально-каноническое? Правосадный или не правосадный? Крещён или не крещён? Слышите? Действительно! А вы помните, что говорили? Если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Не обманывайся! В неформально принятом крещении человек входит православие. Не обманывайся, не лицемерь и не лги самому себе. Другая точка зрения, как вы помните, которую мы назвали самотеосовской точкой зрения, который вообще великолепно выразил Рамакришна, этот знаменитый йог второй половины 19-го столетия в своей книге про возвестия Рамакришны, где он пишет, где он пишет и Шива, и Кришна, и Брахма, и Аллах, и Христос, и Кали, это богиня ужасная, да, это всё одно и то же, это всё разные имена одного и то же высшего существа, которого по-разному можно назвать и люди называют. Этим утверждается что? Что, оказывается, все пути человеческой жизни оказывается, и всё понимание высшей святыни, высшей, что же является святынью, святостью, идеалом жизни, оказывается, совершенно не важно, как человек что понимает, как он думает, как он живёт, ибо именно понимание Бога и определяет в конечном счёте человеческую, всю человеческую жизнь. Помните, как Мережковский писал? И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и всё равно, куда идти. Но вы сами понимаете, какое безумие в этой мысли. Всё равно ли сидеть в мягком кресле или на раскалённой сковородке и зло, и благо – всё равно? Да? Интересно. В том-то и дело, что есть же истина, а есть ложь! И утверждают, что это безразлично, как верить. Вот эта теософская идея, которую уже в доктрине оформила госпожа Блаватская, и которая сейчас с огромной силой защищается множеством, в том числе на эту точку зрения стал Ватикан в лице самого первоверховного епископа Папы. И это уже действительно страшное дело. Человек не ищет истины. Это не важно. Такого ещё человечество действительно никогда не знало. всё равно, куда идти. Апостол Павел пишет, какое общение света со тьмой и Христа с Филиаром. А здесь, говорит, все религии одинаковы, все пути одинаковы, неважно. И если вы Богом, получается, так называете дьяволом, это ничего. И действительно, последний папа, Франциск, современный, иезуит, как положено, взяв слова апостола Павла о том, что Христос взял на себе грехи мира, и затем, логически, что такое грех? Грешный – значит, подобный демонам. И значит, демон и называет «повернулся язык», что сказать, «Христос – это дьявол». Я думаю, что это не просто иезуит. Это уже, знаете ли, масон, сатанист. Не повернётся, ни в какую шутку, ни коим образом не повернётся язык сказать такие вещи. И вдруг Папа Римский. Он буквально олицетворил в себе, получается, вот образ Антихриста, который, по мнению очень многих отцов, соединит в себе власть и светскую, и, как говорят, духовную, то есть религиозную. Как раз, да. Но противостанет Христу. Это мы видим на лицо сейчас. То есть католицизм сейчас приобретает уже страшную опасность, то есть уже давно. Но что сейчас происходит, это уже просто приходится удивляться. Если бы вы только прочитали интервью генерала ордена иезуитов, вы бы все ахнули. Это как змея вот так извивается. Ему говорят, ну, Христос же прямо в Евангелии говорит. Ответ. Ну, да, конечно, он говорит прямо, но уже тогда же не было записывающих устройств. Вы слышите? Диктофончиков не было. А поэтому, да и ученики могли не так понять, и ещё что-то. Ему говорят, ну и что, и как же быть тогда? Рассуждение. На каких же критериях рассуждать? Вопрос. А где же критерии рассуждения? Священное Писание. Так мы же и говорим о Священном Писании. Где же критерии? Друзья мои, поймите, надо держаться изо всей мочи. То, о чём говорит православие, единственным критерием истинности в понимании всех самых сложных вопросов является действительно только согласное учение святых отцов. Не нужны нам эти детали. Уже теперь не о деталях речь идёт. Речь идёт о самых фундаментальных принципах христианской веры только согласно учению именно святых, вас слышите, я подчёркиваю, святых отцов даёт нам уверенность в том, что мы действительно видим откровение Божие вот в каком понимании, а не в каком-либо другом. Это чрезвычайно важно. Ну и мы с вами поговорили о сатирологическом понимании спасения, с которым я и начал сегодня своё слово и говорю, вот нам Пасха, Пасха Христова открывает и говорит, кто спасётся, кто спасётся, открывает нам, если ад разрушен, если действительно даже мёртвый Христос вывел из ада, то я слышу такие, простите меня, уже не глупости даже, а это же прям противление истине, когда утверждают, это тогда Христос вывел мёртвых из ада, а на страшном суде уже он никого не помилует. Оказывается, Христос, о котором апостол Павел сказал и вчера, и сегодня, и вовеки тот же, ибо Бог неизменяем, истина неизменяема, вдруг, оказывается, тогда помиловал, а уже на страшном суде извините. И сколько не будут эти кричать, ой, помилую, нет ж, извините, голубчики, что натворили, то и получите, да? Это что такое? Это до какого состояния ожесточения нужно дойти, чтобы утверждать, тогда Он помиловал, теперь уж нет. Это прямое противление нерушимой истине в христианстве какой? Бог неизменяем. Он всегда есть одна и та же любовь. И то, что было вчера, то есть и сегодня, то будет и во веки веков. Но даже вот такие, такие вещи, даже до этого доходят. Тогда Он вывел из ада, а теперь уже нет. Вот этот сатирологический взгляд, он, конечно, отвечает на важнейший христианский догм, это о том, что Бог есть любовь. Но Он и предупреждает со всей силой, со всей силой предупреждает, что даже если это так, и если это действительно так, учтите, да избавит Бог от того, что мы называем временными муками. Кто бы захотел, когда горит дом, оказаться обожжённым? Говорят, спасся. Что? Не погиб? Нет. Но обгорел. 50 процентов, 70 процентов. Может быть, вылечат. Вылечат. Но какие муки-то приходится человеку принять! Мы как-то относимся, знаете, по какой-то глупости или наивности, что временные муки, но это временно! Что такое временно? Вы подумайте! Апостол Павел потому и приводит такой пример, что всё дело каждого будет испытано огнём. и даже тех, у кого дело жизни, то есть неправедные, так, что с ними будет? Дело их сгорит, всё, на что они надеялись. Сам же спасётся, но как? Как бы из огня! Предупреждает этим самым. Да, конечно, хорошо, что спасётся, но пострадать-то как придётся. Вот о чём предупреждает церковь. И когда говорит о спасении, да избавит Бог даже от того, что мы бы нам могли назвать и называем временные мучения. Вот это сотериологический взгляд. Он говорит о чём? Что да, хотя эта тайна полностью нам и не открыта, и вы помните, почему нельзя было её открыть? Нам нельзя! Помните, почему? Так? Хотя не открыта, тем не менее, мы знаем одно, что каждый, каждый, хотя бы в последние минуты даже своей жизни, если это ему удастся, тот, кто осознает себя грешным, тот, кто покается, имеет полную надежду на спасение. почему апостол Павел, почему апостол Пётр пишет, мы с одной и ту же проводят, что каждый, кто делает правду пред Богом, будет принят им. Поэтому, видите, Евангелие призывает каждого человека уже к чему? Не просто к тому, чтобы спастись на вечность, но спастись даже от этих временных мук, даже от этого хотя бы спастись. Вот даже к чему призывает. А тот факт, те слова, которые сказал Христос, сегодня же будешь со мной в раю, говорят о чём? Ой, о чём говорят? Подумайте только! Ведь мы же знаем учение, учение о том, что душа после смерти, то есть я, личность, после смерти стану перед лицом совести и Бога, перед лицом святых, каким учение придётся перенести. И не только это, что мир духов же есть! И как есть ангелы, так есть и злобные духи. Всё это есть! К чему я говорю? Вдруг разбойник слышит, сегодня же будешь со мною в раю. То есть, не проходя вот этого ужаса, встречи, с этими существами, с этими страданиями. Ух, какая... Это какая надежда даётся человеку, который будет каяться, будет смиряться, будет обращаться к Богу хотя бы. И, как и все мы, не можем прожить без греха. Даже мытарства могут отпасть от той души, которая со смирением и покаянием обратиться ко Христу. Сегодня же будешь со мною в раю. Никаких сорока дней! Если обратиться к учению церкви, никаких сорока дней, а сегодня же... Ух, какой святой, да? Бандит! Мы знаем о житии святых. Кто восходил на небо, и к которому не прикасались никто, только издалек кричали демоны? Антонии, Сесои, Пимены великие. И вдруг здесь мы видим, что бандит, но покаявшийся. Извигая даже этих временных, как мы говорим, мучений и страданий. Так что, видите, сатирологическая точка зрения. Да. Вот о чём говорит. Вот о чём она говорит. И она отвечает, отвечает, если хотите, на главное положение христианской веры. Бог есть любовь, премудрость и предвидение. И, творя человека, Он уже знал участь каждого из них. И не мог Он, будучи любовью, дать бытие тому, кто будет бесконечно страдать и мучиться. Это хорошо. Но предупреждение остаётся. Но избави Бог и от тех не вечных мучений, которые последуют для каждого человека по его смерти. Это я вам кратко напоминаю, о чём мы говорили. И затем у нас с вами была последняя встреча об истинности христианства. Напоминаю вам, христианство имеет несколько объективных аргументов. Повторяю, объективных, подчёркиваю, то есть, и потому, что я верю, а то, что может проверить каждый человек, и посмотреть, почему мы считаем, что христианство имеет божественную природу, а не просто личное верование или изобретение какой-то фантазии. Это не просто вера, как все прочие веры, а имеет объективные аргументы своего божественного происхождения. Ну, то, что божественно, то истинно, само собой разумеется. И вот мы с вами как раз говорили об аргументе историческом, когда христианство, вопреки всем объективным историческим обстоятельствам не только осталось, не было уничтожено в первые же десятилетия, не было, это поразительно, но и осталось и стало даже на какое-то время главной религией Византийской империи. Мы с вами посмотрели на духовно-нравственный аргумент, беспрецедентный в истории религиозного сознания. Помните вопрос? Я говорю, кто спасётся? Спросите представителя любой религии. Ответ? Ну, конечно, тот, кто исполнит заповеди. И вдруг спасается бандит первым. О, ужас! Это антирелигиозное утверждение! Откуда могло такое только прийти, когда в эпоху Иисуса Христа все религии единодушно знали только одно и вдруг здесь утверждает нет, Бог есть любовь. И на обращение, искреннее обращение человека, искреннее покаяние спасается каждый. Это совершенно, я вам скажу, удивительный просто аргумент, который говорит о чём? что действительно это не от человека уже могло произойти. И только Бог мог такое сказать. Потому что нигде и никто об этом не говорил. Были проблески где в ветхозаветном откровении, но совсем мало, что вы! Там Бог как раз и Бог гнева, и Бог правды, Бог мщения. Ну, что вы! Чтобы сказать, что Бог любовь, там это практически почти не проглядывается. Только христианство со всей силой указало на то, кто Он есть. И вот это духовно-нравственное учение христианства о том, что человек спасается и оказывается чем? Своей искренней обращенностью к Богу, своим покаянием. А если я каюсь, вы понимаете, что это значит? Я смиряюсь, я говорю, да, я грешный. Слышите, что такое смирение-то? Не смирение, чинье, карикатуру которого рисуют часто. Вот что такое смирение. Это серьёзное осознание видения себя, кто я есть. Самое серьёзнейшее. Вот, оказывается, о чём говорит христианство. Это действительно аргумент поразительный. Следующее – пророчество. помните, сколько я вам говорил различные пророчества, какие мы встречаем в Новом Завете, и которые объективно, вы слышите, объективно исполнялись и исполняются, и есть все основания полагать, что исполнится, судя по логике исторической жизни человечества. Ну, помните, девушка молодая говорит, отныне меня облажат все народы. Евангелие пишется в первом веке. Да кому же в голову придёт, чтобы какая-то девушка там сказала, что её облажат все роди, записать это? Да вы что? Записали! А дальше? Найдите вы, кому больше всего было бы столько гимнов, столько словословий, столько специальных богослужений, сколько молитв, как Божией Матери, Деву Марии! Действительно поразительные просто! Поразительные пророчества! Действительно просто удивительные! Целый ряд и других. Ну, помните, разрушение Иерусалима, Евангелие было написано до, где Христос говорил, камня на камне не останется! Всё это исполнилось пророчество той женщине, которая умыла ноги Христа и отёрла своими волосами и умыла слезами, что всюду, сказал Христос, где будет проповедная Евангелие, всюду будет сказано о ней! Действительно, всюду говорится о ней! христос целый ряд других пророчеств, которые мы видим в Евангелии. Они исполнялись и исполняют. Вот возьмите хотя бы предсказание гонениях на крестьян. Первые три столетия что творилось? Ужас какой! сейчас наступает эпоха, уже наступила гонение именно на христиан! Недавно состоялся Всемирный Конгресс в Соединённых Штатах, посвящённый именно этой теме. Каждые пять минут погибает христианин именно потому, что христианин, а не по какой причине, священный, что в Европе творится, приказы убирать памятные кресты, запрещают носить в Европе и Америке. Запрещают носить крестик, видимо, для служащих. Не имеете права убирайте Библию, Новый Завет со столов Спарта. На Рождество не смейте употреблять имени Христа и Иисуса. Вы слышите? В христианской Европе и Америке. Идёт прямо откровенное гонение. Удивительно, кто это питает это? Откуда это идёт? Что за странности такие? С чего бы это? Разве христианцы учат плохим вещам? Ну, немножечко, знаете, что? Надо думать. Есть хорошее римское изречение «сапиэнти сад» с понимающего достаточно, но именно с понимающего, то есть думающего, а не просто констатирующего факт и всё. А почему? А почему? Дух развивается с такой силой. Это антихристианская компания во всём цивилизованном мире. О нет цивилизованном и не хочу даже и говорить. Ну, насчёт пророчеств я вам скажу, в Евангелии очень много и они очень серьёзны. Особенно одно из них, конечно, может быть, да не одно. Вот он предупреждал, например, Христос, что многие придут под моим именем, сотворят знамения и чудеса, обращаю ваше внимание, знамения и чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, избранных, то есть верующих. Обращайтесь на себя в два момента. Во-первых, мы эти знаем, уже появляются разные христы и уже пророки. Во-вторых, даже чудеса, а оказывается, и чудеса могут быть ложными в каком смысле. Факт верно такой. Да, чудо! У тебя было повреждение, и ты исцелился. Да, почему же получишь ложное? Оно может оказаться. Господь никогда не творил тех чудес, которые могли хоть каким-то образом повредить душе человеческой. Помните неоднократно, из-за неверстия их, за отсутствие веры, то есть не сотворил там чудес многих. По вере твоей да будет там и так далее. То есть, оказывается, могут быть чудеса ложные в том смысле, что они принесут человеку неисправление его жизни, а напротив теперь ура! Поживём! Вот какие вещи-то! Я помню, в Финляндии смотрел один фильм об отчитке нашей, и там, в частности, показывали одного монаха, который, кажется, отчитал, то есть, изгнал беса, но дальше, что интересно, что потом он за голову хватился, потому что это та женщина, или молодая девушка, которая, так сказать, исцелили, куда она бросилась, была больной, стала исчадием ада, всякой мерзости и греха. учтите, есть возможность творить чудеса даже именем Христовым, обращаю ваше внимание, но чудеса ложные. Истинные чудеса может творить действительно святой человек, творить по откровению, творить именно с благой целью. Целью какой? Благая цель. Во-первых, в пользу души и, во-вторых, в пользу тела. Ложные чудеса – всё наоборот. Всё наоборот. Главное – исцелить тело. Обратите внимание на историю, по истории религии мы же проходим же. Учтите, язычники только и жили этим, только и искали чудес. Главное – чудо, чудо и чудо. Почему? Дай нам благо на земле. По очень простой причине. Чудеса-то чего касаются? Исцеление, избавление от бед, получение каких-то преимуществ. И вот, всё, чудеса-то. Чему сводится к всему? К земному. К тому, что отнимется неминуемо. А насколько это будет полезным для будущей жизни, об этом нет речи. Почему приходится говорить об этом, друзья мои? Сейчас беда. Как послушаешь, послушаешь, что такое? Народ холстом идёт туда, где, если что-то прослыли, какие-то мощи, или иконы, или какие-то реликвии, и всё, ничего больше не надо. Ничего, только это дай народу. Подчас у Христа стоит одна свечка, а перед теми, кто где чудеса, миллион свечей. В кого веруем? А что прок от Христа, скажите мне? Никаких чудес не творит. Никаких чудес! Да зачем он нужен? А здесь чудеса! Ура! То, что нам и надо! Слышите, что происходит? Какие изменения сознания! Так никто не скажет, что мне Христос не нужен. Не скажет! Но своим делом покажет! Он мне не нужен! Он меня не избавляет от такой-то скорби, от такого-то страдания. А здесь, пожалуйтесь вам, чудо! Всё! Мне больше ничего не надо! Вот беда-то! Твои будущие священники и настоящие! Учтите! Учтите! Это просто повреждение уже и ума, и сердца, и души человеческой, когда видят святость, видят истинность, видят величие христианства в чём? В чудесах! Помните, я вам приводил? Уже Христос говорил, что тут многие лжехристы и лжепророки, многие знамени чудеса. Предупредил Косян Римлянин, что говорил, многие развращённые умом и отрёкшиеся от веры именем Христовым творят многие знамени и чудеса. Да мне не важно, что он отрёкся от веры! Мне важно чудо! Ответят вам! Вот вам христианство человека! Вот беда, перед которой мы сейчас все стоим! И вы, вы должны только объяснить людям, да, сейчас ты получишь сладкую конфетку, но узнай, знай! Вкусная? Вкусная! Сладкая? Сладкая! Ядовитая! Хочешь? А потом будешь порчиться! Объяснять надо! Господь предупредил об этом, и это исполняется на наших глазах. И мы с вами, я помню, подошли к такому самому интригующему, это Антихрист. Да, об этом действительно предсказание есть. Сам Господь говорил, апостол Павел, пожалуйста, говорил, апостол Иоанн Богослов об этом пишет, все откровения об этом пишут, да, что он будет, да, уже сомневаться нечего. Подмена христианства идёт прямо на лицо. Вот вам чудо вместо Христа. Получайте! Ну, хорошо. Есть ещё, конечно, другие аргументы, о которых я вам не говорил. Ну, упомяну всё-таки хотя бы немножко. Потому что вам придётся, придётся вам отвечать на вопрос, с какой стати вы верите, являетесь христианами? Почему христианство – это, с вашей точки зрения, это божественная религия? С какой стати вы взяли? Придётся же вам отвечать! Вы должны знать, знаете, как вот? Заранее знать, как вот на войне. Заранее знать, откуда стрелять начнут. И это один из вопросов. Почему это христианство? Странно. Вот эти аргументы, они уже для человека, ищущего, как хочет разобраться человек, понять человек, ему можно это объяснить и показать. Вот, например, социальный аргумент, о котором мы ещё с вами не говорили. В чём его, так сказать, суть? Социальный аргумент, в чём состоит? Социальный, то есть общественный, что ли, касающийся уже общественной жизни и так далее. Ведь к чему стремится любое общество, любой народ, любое государство? К благоустроению! Все прекрасно понимают, что если не будет общественной морали, достаточно высокой, положительной морали, не добьёшься никакими реформами, ну, это совершенно же ясно, негодяй, эгоисту, дайте любое дело, но он будет какой выгоду? Если он на копейку будет иметь выгоду, но у него альтернатива, или на миллиарды это будет польза другим, – вы что думаете? Конечно, лучше мне копейку, а плевать мне на эти миллиарды, которые людям пойдут! Нравственность! Высокая нравственность! Совесть! Совесть! Так вот, социальный аргумент христианства в чём состоит? Чему плохому учит христианство? Любопытно! Давайте разберём! Напротив! Каким высоким нравственным нормам обучает христианство? Каким? Вы подумайте только! Вот это, я вам скажу, очень важно этим всем критикам христианства прямо задать вопрос, что вы видите худого в христианстве? Скажите, что? И обсудите с этим! И серьёзно! И надо показать, каким великим истинам учат христианство! Прежде всего, оно говорит, что борьба с эгоизмом! Борьба со всеми этими негодными вещами, которые в человеке – это тщеславие, самомнение, это зависть! Уж не говорю, там, воровство, там, убийство, преступность и так далее! Вот к чему призывает христианство! Вопреки, кстати, вам, почему это аргументом является? Вопреки языческому образу жизни, который великолепно выразил, ну, например, хотя бы Люи, то есть у нас на русском языке Людовик, какой там, 13-й, после нас хоть потоп! Или сейчас, как говорят, сейчас так, вот эти все удобрения, вот эта вся химия, благодаря которым достигают больших урожаев и уничтожают гумус, почву, уничтожают самые полнородные, очень хорошо один сказал, это всё делает богатыми отцов и нищими детей. Уничтожается всё то, на чём может всё произрастать и питать человека. Действительно, так и есть! Действительно, так и есть! А все массы тех изобретений, которые игнорируют действительно нравственные устои жизни, так они грозят человечеству просто полной гибелью. Напоминаю вам факт, когда Оппенгеймер со своей командой, там было человек 30, физиков, разработали принцип атомной бомбы, то стал вопрос, есть ли применить, не начнётся ли такая цепучая реакция? Не начнётся ли реакция, то есть начнёт обычные элементы начнёт разлагаться, и все земные элементы, и земля превратится во что? В один шарик огненный. Никто тогда не мог этого сказать. Не знали. теперь-то мы знаем, потом-то увидели, да, что невозможно, потом, и, не зная этого, бросили эту бомбочку на Японию. Что это такое, скажите? Это единичный пример, а сколько сейчас подобного совершается, когда, не глядя ни на что, лишь было бы сейчас выгодно и хорошо. Соединённые Штаты не подписывают международные конвенции. Я забыл о выбросах в атмосферу чего-то определённого количества, там, ну, предел выброса не подписывает. Причём, спрашивают, почему? Ответ – это нам невыгодно. Вы слышите, что это для человечества вредно, что для всех это вредно, что отравляется вся атмосфера? Неважно, невыгодно! То есть, всё ставится на что? На основу чего? Денег! Которые нужны человеку до каких пор? Ну, пока он жив. А он будет вечно жить, да? Какое безумие! Вот на чём строится, если хотите, современная жизнь. Деньги, деньги и деньги! И это сейчас с огромной силой проникает, у нас же теперь границы нет с Западом, и сюда. Деньги, а не совесть! Деньги, а не рассуждение! Деньги, а не справедливость! Деньги, а не любовь! Вот это религия! Вот она, новая религия! Деньги превыше и милосердия, и любви, и правды, справедливости, всего. Выше истины! Какая истина? Вы слышите, к чему пришли? Это высшая истина всего цивилизованного Запада! Поймите, пожалуйста! И это идёт, как грязная волна, накрывает и наше сознание. К чему пришли? Невольно вспоминается, когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамонне, помните, реакция какая была? и смеялись над ним! Так что, эта идея давнишняя, давнишняя! Как это такое? Да Бог, это второстепенно! Главное, мамона! Вот безумие! Подумайте! Как будто человек живёт в вечной земле! Вот вам, кстати, один из аргументов, доказательства одного из догматов христианской веры о повреждённости человеческой природы в грехопадении! Умный! Понимаешь? Умрёшь? Да! Веришь? Нет, конечно! Я вечно буду жить! То есть, я знаю, что я умру, но моя жизнь это всё равно, это будет... Это я не знаю, когда! Это когда-то будет! Вот вам безумие и безумие! Так вот, социальный аргумент как раз говорит о том, что христианство как раз предлагает разумные основы общественной жизни, а не только личной, на которых можно действительно построить благополучие обществу. Ну, и скажу два слова о научно-философском аргументе, поскольку вам придётся тоже с этим иметь дело. Прошу вас, имейте в виду, особенно, вы знаете, придётся вам с кем-то из учёных людей разговаривать. Обратите внимание! Какая теория истинна? Какая? Та, которая имеет под собой факты, свидетельствующие об этом, и возможность проверки. Это, так называем, принцип верифицируемости. Вот эти, если хотите, два основных положения – факты и возможность проверки. С этой точки зрения посмотрите на христианство. Такое количество фактов, которые подтверждают божественность Христа и христианства в целом, если хотите, такое количество, огромное количество святых, которые поражают просто своей жизнью. Их деяния, их чудеса, истинные чудеса. Возьмите только великих святых, возьмите Иоанна Кронштадтского, сколько чудес! Это просто поразительное явление! Ксения Петербургская! Это чудо! Николай – чудотворец! Это же в него верят только, знаете что? Вы думаете, только христиане? Да все верят! В всех религиях, наверное! Кто только не обращался к нему! Это огромнейшее количество фактов! Фактов, причём, не только внешнего порядка, спасения от самых разнообразных бед, но и внутреннего порядка, перерождения человека! Есть в житиях, посмотрите, есть, хотя бандиты как изменялись! Помните 12 разбойников? Бросил своих он товарищей, и что-то в монастырь пошёл Богу и людям служить! Да, очень хорошо в этой песне это так вот выражено то внутреннее преображение, изменение, которое бывает с людьми. То есть, фактов огромное количество! А в отношении проверки? о проверке? Только к этому и призывает христианство. Человек! Ну, потрудись ты хотя бы немного жить по Евангелию! Пожалуйста, ты можешь проверить, можешь сам, сам! Тебе ничего не надо, сам только попытайся немножко потрудить! и увидишь! Тем более, что множество людей, которые становились на этот путь, проверяли и убеждались! Вот! Это, так сказать, вот эта идея, понимаете, то есть, как говорят, доказательства истинности теории. Вот, пожалуйста, даже христианство, которое рассматривать можно как теорию, в этом плане отвечает всем принципам научного подхода. Ну, и, конечно, нельзя не учитывать от последних, в последнее уже время тех множества литературы, которые говорят о посмертной жизни человека. Я думаю, всё-таки, друзья мои, стоит иметь вам в виду вот такие, такую литературу, как Калиновский, например, переход, книжка, где у него даются не только факты, но и даётся святоотеческое, кстати, понимание очень многих вещей, связанных с этими фактами. Когда отец Серафим Роуз, это замечательный подвижник, это какое-то чудо, американское чудо, я бы сказал, наше времени, когда он душа после смерти написал книгу, в которой как раз то же самое описывает, анализирует эти вещи. Или Роулингс «За порогом смерти», где он описывает состояние возвратившихся к жизни, причём как описывает. В отличие от Моуди, который, ну, вы знаете книжку, это «Жизнь после жизни», Роулингс «За порогом смерти» пишет, что душа встречается не только с радостными моментами, а описывает в этой книге те страдания, которые переживает человек, совершивший тяжкие преступления в этой жизни. Он там описывает, как самоубийца, какие ужасы переживает, какие страдания. Это очень интересные. Я вам говорю, это же не фантазии же какие-то, это всё пишут врачи, которые реанимировали этих людей, которые передают, просто записывают эти факты случающиеся. Говорят иногда, ну, это же смотрите, как много людей и другие ничего не говорят. Это ничего не значит, что кто-то не говорит или кто-то, может быть, не, у него не осталось в сознании. Это ничего не говорит. Важно то, что говорят те, кто соприкоснулся. Вот что важно. И в данном случае нет никаких оснований для сомнений в этом плане. Ну вот, друзья мои, это вот некоторые положения. Отчасти я вам повторил, мне хотелось именно повторить это, поскольку у нас с вами последняя встреча. Это последняя, это истинность христианства. Да, тема чрезвычайно важна. Истинность то и что? Божественное ли его происхождение? И вот основание, по которым мы считаем, да, это только Бог мог открыть, дать такую религию, поскольку ничего подобного не было во всём дохристианском мире. Ну, хорошо, христианство, допустим, но почему православие? Христианство что такое? Пожалуйста, сейчас христианство – это море всяких ветвей. Ну, правда, три основных – православие, католицизм, протестантизм. Но что можно сказать о том же католицизме, который насчитывает сейчас наибольшее число последователей? Это уже более миллиарда уже, ну, по крайней мере, по статистике самого католицизма. Что можно сказать о католицизме? Вы знаете, было бы это нужно бы просто специально даже не одну лекцию посвятить этому, чтобы показать, что говорили о католицизме истинные святые хотя бы нашей русской церкви. Что говорили о католицизме настоящие умы? Умы! Вы знаете, это просто удивительно. если мы возьмём хотя бы наших святых, начните хотя бы, ну, с кого? Ну, с Паисия Величковского. Затем посмотрите, если XIX век взять, Принчанинов, Феофан Затворник, Ян Кронштадтский, Общинские старцы, как один, что только они пишут. Их высказания, цитаты, было бы очень бы полезно, полезно просто было бы послушать и прочитать, но можно суммировать, не обращают на такие моменты. Прежде всего, они исказили само понимание церкви. Перестало быть церковью, стал Папа. Папа – одно лицо. Вот собрались кардиналы, выбрали одного. всё. Кем он сразу становится? Тем, который, выступая уже как верховный пастырь, учитель, утверждает безусловную истину, истины, которые сам, его слова сами по себе, а не согласие церкви уже являются истинными. Вы слышите? Такое придумать. Конечно, таким, я бы сказал, реолом славы обладали кто? Древние, древние, древние там фараоны, какие-нибудь, да, цари, да, ну, там понятно, языческие. Здесь он человек. Разве он не может ошибаться? Нет. когда выступает как верховный пастырь и учитель, его утверждения истинны сами по себе, а не согласие церкви. Вы же проходили! Вы только подумайте, до чего можно дойти! то есть превратили Папу в какого-то, не знаю, идола, что ли? Ну, и титул на месте Христа? А какой авторитет? Ну, что вы! Колоссальный авторитет! Сами соборы, которые проходили, проходят и будут проходить в католической церкви, они приобретают свою силу только после утверждения Папы. Не будет этого! Собор недействительный! Один человек! Да? Он что, может быть, сверхсвятой? Нет, об этом речи нет! Выбирают одного из... Вот сейчас избрали Франческо, и всё! И он договорился каких вещей. Посмотрите, что он делает! Умывает ноги гомиком и целует их! Как? Перед телекамерами всего мира! По заповеди кого? Только не Христа, который сказал, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Вот, вы знаете, что поражает? Что люди совсем, что ли, ум потеряли? Или что? Ах, 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 папа, папа умывает ноги! Ай! Боже мой, что творится! Это же лицемерие, доведённое до вершины, до предела, больше уже некуда! и один за другим вот такие поступки! Ну, недаром Юрий Фёдорович Самарин написал книгу «Изуиты» и «Изуитизм» или, наоборот, вот я сейчас вспомню, неважно, эти два слова, в котором показывает на фактическом материале Боже мой, что происходило в истории этого ордена, что творилось орден до плаща и кинжала, как он выражается. Да. И это глава, от которой зависят учение и веру учение и нравоучение всего колоссального количества людей. Ну, а какое уже нравоучение, какие основы духовной жизни, я вам скажу, это вообще просто уже предел. Дело вот в чём, друзья мои. Если вы обратитесь к святоотеческой литературе, то вы увидите, что там постоянно наряду с истинным путём христианской жизни постоянно предупреждается об опасности прелести. Это непрерывно и постоянно предупреждение. Ну, ещё бы! Конечно, прелесть! То есть, само мнение, мнение о своём достоинстве, о своей святости, если хотите, что ввела католическая церковь, догмат о сверхдолжных заслугах. Тот только, кто, ну, никогда не соприкасался, может, с христианством, не понимает, не понимает, что это такое. Христианин, оказывается, вполне сознательно может получить заслуги перед Богом, иметь заслуги и даже сверхзаслуги. Это противоречит всему аскетическому учению всей древней церкви, если хотите, всего первого тысячелетия, когда ещё даже Рим не отпал. Что вы? Помните, Сесой Великий умирал и просил времени покаяния? Когда собратья у ангелов, которые явились ему, когда собратья Сесой тебе лекаются, что он ответил? Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Пимен Великий говорит, поверьте, куда будет вернуть сатана, туда буду вернуть я. Макарий Великий, который называли земным Богом, вот в утренней молитве, помните, Боже, очисти мя грешного, якого не калише, то есть никогда же сотворив благое пред тобою, никогда когда же как? А заслуги? А заслуги? На этом Макарии не было заслуг, а я крышу покрасил или забор, и у меня заслуги. Подал пять копеек. Услышите, извращение какое! Прямое извращение! Идея заслуг – это идея чего? Тщеславия, гордыни, то есть прямого отрицания Христа. Почему отрицание? По очень простой причине. Если я хорош, меня уже спасать нечего. Меня нечего спасать. Я заслуги даже имею. Меня только награждать можно, а не спасать. Ох, какой корень! Какое извращение! проник туда! И затем мы видим, с какой уже большой силой уже в конце даже первого тысячелетия, возьмите, хотя Бернарк Лервовский уже двенадцатый век, ну, до этого, но уже после отпадения, по крайней мере, такого же, канонического даже, отпадения от православной церкви, что с Римом происходит, как живут, каким духовным состоянием живут так называемые святые католической церкви. Можно, вы знаете, ну, просто, просто даже недоумевать, просто недоумевать, как можно дойти до того, что исповедуется там. Я не знаю, может быть, кто-то когда-то у вас интересуется, может, философией, может, русской философией, может, кто-то читал Алексея Фёдоровича Лосева. Он особенно хорошо, но и без него это, ну, просто, пишет, например, о книге Откровения Блаженной Анжелы. Это тринадцатый век. Что только там происходит. Ну, вот я вам зачитаю, хотя бы вы увидите. Просто невооружённым, что называется, Гладом. Дух Святой говорит ей, дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя. Был я и с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты. Она говорит, вижу я во мраке, кстати, замечательно, во мраке Святую Троицу, и в самой Троице, которую вижу я во мраке, кажется мне, что стою я и пребываю в середине её. И преподает она к ребру Христову и пьёт кровь его. И когда Христос вдруг удаляется от неё, как она говорит, она начинает кричать, бить себя, причём это всё происходит в костёле, в церкви. Монахини уже хватают её и буквально уносят, потому что начинается истерика дикая. Куда ты ушёл, возлюбленный мой? И блаженная Анжела! А такие великие святые... Вот приходится приводить он, например, Цириозавильское, это 16 век, эпоха возникновения протестантизма, как ей является Христос, какие отношения у неё со Христом. Вообще, это просто, я вам скажу, это позор! Является ей Христос и говорит, с этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только творец твой, Бог, но и супруг. Вообще, вот это вот эротизм настолько там проник буквально всю так называемую духовность католицизма. Вот книгу Богу получили, там видели иллюстрации Бернини, экстаз святой святой Терезы. Видели? Когда стоит с золотым копьём ангел, да, если можно назвать так, и она говорит, он пронзил этим копьём моё сердце, и я испытал необычайную любовь и необычайные страдания, и там показывают, как она в вознеможении, в этом экстазе, экстазе находится. Ничего не видят! Ничего не видят! А последняя великая святая – это Тереза младенца Иисуса называет. Она совсем молоденькая, поступила 15 лет, уже скончалась 22 или 23 года. Всё. И вот её понимание. Пришла в монастырь, то она прямо заявила, во-первых, я пришла молиться за духовенство и спасать именно духовенство. Не себя, конечно, ну что вот! У неё сверхдолжные заслуги, поскольку она пошла монашеским путём, это означает сверхдолжные заслуги, сверх... сверхдолжные. Да, поэтому она пришла спасать только духовенство. И о чём же она говорит? Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. Вы слышите, что положено в основу великой святой? Я думала, что рождена для славы и искала пути к её достижению. Вот её религиозный путь. И вот Господь открыл мне, что моя слава не будет явлена смертным взору, и суть её в том, что я стану великой святой. То есть не в миру великой стану славной, а великой святой. В сердце моей матери церкви я буду любовью с большой буквы. Не Христос, конечно. Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится. она сгорает от любви ко Христу. Христос является ей. И что происходит? Я зачитаю. Это было лапзание любви. Я чувствовал себя любимой и говорила, я люблю тебя и веряю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно и Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли всё. Этот день принёс не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах. Это святость! Если вы только почитаете, будете романы в действительности, здесь романы уже мечтательные. Причём эта мечтательность доводит до того, что начинаются вот такие видения, видения, вот такие переживания, и этим живёт человек. Агнатий Лайола, основатель ордена иезуитов, кстати, очень важно, который написал знаменитую книгу духовные упражнения – это XVI век. Эта книга является настольной во всех монастырях католической церкви. Он что там предлагает? Какой путь? В чём заключаются духовные упражнения? в том, чтобы напречь своё воображение, свою мечтательность и представить себе – это его терминология – представить себе. И начинаются эти представления. Представления разные. Можно представить себе крест Христов, как он распят, и как писал Игнатий Лоёв «Я всё встань перед крестом и скажи ему всё, что ты думаешь перед его распятием». Представьте себе, как девушка сидит, читает, и вдруг ей является ангелом. Это духовное упражнение. Это благовещение. И представьте, как она испугалась. Какая была реакция? Это духовные упражнения развития воображения. Кстати, то, что категорически запрещено всем святоотеческим учением Церкви категорически ни в коем случае не допускать себе никаких картин, никакого воображения, потому что это путь, который уведёт тебя от реальной жизни и приведёт к одной сплошной фантазии и заблуждению. И это настольная книга настольная книга во всех католических монастырях. Там такие прелюдии, такое расписано, Боже мой! Ну, кто, если интересуется, пожалуйста, может почитать книги «Путь разума в поисках истины», там есть глава о католицизме и увидите, какие это вещи. Католическая церковь пошла по пути, то есть не пошла, а сошла с пути и извратила совершенно духовную жизнь человека. Совершенно! Учение о любви свело к романтике. Если бы только хотя бы эти святые могли бы почитать святых отцов, не читали и ничего их не знают, вы слышите? Они полностью оказались оторванными от действительно всего древнего аскетического учения церкви. Исаак Силен святой что писал? Нет другого пути к приобретению божественной любви, как только освобождение души от страстей. нет другого пути, ибо любовь является следствием, помните, соус совершенства, то есть следствием, то есть достижением, то есть результатом чего? Освобождение от страстей. Не может быть той души любви божественной, которая не освободилась от страстей. Он замечательно об этом пишет, объясняет, этого не знают, ну, что вы, и не знают, и не понимают, и не принимают, и не принимают. Вот беда-то какая! Это просто какое-то, ну, я не знаю, искушение. Ну, искушение, не знаю, но факт, по крайней мере, таков, да, что католическая церковь полностью ушла от святоотеческого, христианского учения о духовной жизни и ступила на путь тот, который всегда назывался путь прелести. То есть, прелести, льсти себе какой? Лести себе в высшей степени. Представка пре, превосходной степени. Вот, что произошло в отношении протестантизма. Мы с вами говорим о христианстве же. В отношении протестантизма. Первое, что хочу вам сказать. протестантизм – это законно рождённое чадо католицизма. Вы знаете, бывают же нестроения между родителем и детьми? Бывают. Но это рождённые и дети у родителей. Протестантизм как раз законно рождённое чадо. Оно пошло прямо по пути во всём. И в вероучении, и в духовной жизни прямо по пути. Но немножко исправило. Точнее, довела, противостояние довёл до логического конца. Знаете, католицизм в некоторых вопросах говорил дважды два и остановился. Лютер сказал – четыре. Как это? Ай! Как посмел сказать такое? Какие основные положения партистантизма? Первое. Только Писание. И никаких других нам не надо авторитетов. Никаких святых. Никаких богослов. Ничего нет. Только Писание. Мне приходилось спрашивать. Спрашиваю партизанту. Я говорю – ну, хорошо, только Писание. А как же быть? Вы же посмотрите. Посмотрите, сколько у вас появилось протестантских направлений. Они говорят – Библия объясняется. Сама себя объясняет. Где же объясняет? Почему же так рассыпались? Я не понимаю. Они сами не понимают. Кому же следовать? Какому же пониманию можно следовать? Сейчас нашли ответ. Я был свидетелем этого ответа. Неоднократно. Нашли ответ. Очень простой. Дух Святой каждому человеку объясняет в соответствии с его натурой. Кому как? Так и объясняет. Поэтому любое объяснение является правильным. Любое. Любое. Нет истины. Запомните, пожалуйста, истины нет, а есть мнение, есть моё индивидуальное понимание. Или, скажу вам так, то индивидуальное откровение, которое я получил от Духа Святого. И это откровение получает каждый верующий человек. Как? Очень просто. Просто получает и всё. Сидим, такая комната, отдельные столики, на столах только свечки, только свечки. Молчание. Молчание. Вдруг встаёт она и начинает говорить. О чём? Главное, не о чём, а почему оказывается, каждый сидит и ждёт, когда Дух Святой даст ему слово, и он обращается ко всем прочим. О чём говорит Господи, если бы только послушали. Это подчёт просто смешно даже. Да. О том, как проводить соревнования вот там, между вот этими двумя командами и что будет более правильным и подобные вещи. минуты три поговорил, сел. Опять молчание. Опять проходит пара минут. А знаете, как долго длятся минуты молчания? Это очень долго. Вдруг встаёт ещё. Встаёт ещё. И вот так с интервалами один за другим встаёт и говорит то, что они утверждают, что это им открыл Дух Святой. То есть, не они утверждают, а никто в этом не сомневается. Да, вот пришла мысль какая-то. Вот и всё. И говори. И это называется откровением Духа Святого. Понимаете, что из этого следует? Никаких критериев нет. Никаких. Я думаю, что даже если кто-то скажет, что Христос не Бог, это наверняка это есть. Просто не приходилось ещё присутствовать, но об этом приходилось слышать. Так, это будет тоже то же самое. И найдётся объяснение, как это понимать и как этому следовать. Первое положение протестантизма только только слово, только Писание. Оно привело к тому, что протестантизм рассыпался весь, как горох. И сейчас, чтобы придать характер единству, вот это возникла идея, что каждому даётся своё. И не будем подчас даже и думать о том, как согласовывать эти откровения между собой. Это не важно. Откуда это? какие основания? Никаких. Так мы учим, так считаем. Вот и всё. Слышите, к чему пришёл протестантизм? Второе положение важнейшее. Человек спасается только верой. Только верой. Что это значит? Это очень просто. очень просто. Достаточно тебе верить, что Иисус Христос есть Христос, что Он есть Спаситель, и всё. Мы спасаемся только верой. Вы знаете, что стоит за этим? Подрывается самое главное в душе человеческой. это ищите Царство Божие и правды Его. Труд, понуждение себя, Царство Божие силою берётся, и только употребляющие усилия обретают его. Здесь ничего нет. Вера. Вера во что? Я уже спасённый. Если хотите, великолепно выразил, если хотите, суммировал даже эти положения сам основатель протестантизма Лютер. Вы только послушайте его и запомните, что он говорит. Цитирую. Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора. Понятно? моего Христа вам понятно, что моего Христа? То есть того, как я понимаю. И никакие мне догмы и соборы и кто бы то ни был ничего для меня не значит. Просто, совершенно. А в отношении спасения тот же Лютер, зачитывая, вам очень пригодится, потому что вам придётся это встречаться. Лютер писал грехи верующего настоящие, будущие и также прошлые прощаются, потому что покрываются или скрываются от Бога совершенной праведностью Христа. И поэтому не используется против грешника. Христос закрывает от Бога, видите, уже какое деление. Так, и Бог уже не видит грехов. Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счёт, а вместо этого рассматривает как нашу собственность праведности праведного другого, в которого мы веруем, то есть Христа. Слышите, что? Вот так. Так что мы спокойны. Всю историю человечества всё-таки болело о том, что необходимо исполнять заповеди своей религии, неважно какой. Протестантизм в корне решил эту проблему и отбросил эту скорбь, это напряжение. ты веруешь – всё! Тебе больше ничего не нужно. Грехи настоящие, прошлые и будущие, не забудьте, пожалуйста, и будущие все прощаются, прощаются. Вот так. потому что праведность Христа заслоняет наши грехи от Бога. Не случайно патриарх Сергий Старогородский в своей замечательной книге «Православное учение о спасении» писал «Какой ужас это значит!» Значит, человек входит в жизнь вечную со всеми грехами, со всеми страстями и будет с ними вечно существовать. Не очищение от грехов, не исцеление от страстей, нет, нет, а оправдание от Христа закрыл от Бога наши грехи. Оправдание, а не исцеление. Какой ужас! Только проповедуется этим направлением христианства. Мне кажется, что сравнение с православием, протестантизмом, сравнение с православием, католицизмом показывает, мне кажется, что достаточно показывает, где есть истина. Да, христианство говорит о спасении, то есть исцелении, исцелении, которое совершается правильной духовной жизнью. Вот что такое освобождением от этих страстей, а не оправданием, о котором говорит западное христианство. Оправдать что такое? Ты убийца, но тебя оправдали, за тебя кто-то постоял, но ты так и остался убийцей. А христианство говорит, нет, омывается эта язва души человеческой, исцеляется эта рана. Вот какая разница между православием и другими ветвями христианства. Ну, а теперь что же? Всего вам доброго! Я вам желаю! Помоги вам Бог! Помоги вам Бог! Да, в вашем поприще очень непростом, особенно в наше время. И дело не только в том, чтобы ответить, уметь на логические какие-то, так сказать, проблемы, но и в том, что постараться устоять самим и удержать других от той грязи, которая сейчас нахлынула на наш народ. Помоги вам Бог! Бог!